В 19-м году мы отмечали 74 года победы в Великой Отечественной войне и будем широко отмечать и готовимся отмечать 75-летие победы. И надо сказать, что у нас по данным январским на сегодня 33 участника войны в городе живут и здравствуют непосредственных участников боевых действий, 558 тружеников тыла, 32 жителей блокадного Ленинграда. 27 января у нас будет дата, которая отмечается в память о 44-м году была полностью освобождена блокадой Ленинград, поэтому мы 27-го будем в Нижнем Новгороде проходить мероприятие, 28-го мы будем прием делать по блокадникам нашего города. Бывшие узники концлагерей несовершеннолетние, совершеннолетних нет, а несовершеннолетних у нас 25. И в апреле, 11 апреля 1945 года, когда было восстание Бухенвальди, то в этот день отмечается как день, международный день освобождения узников фашистских концлагерей. И у нас есть еще, конечно, большое количество детей войны, есть такая организация, и мы тоже с ними держим контакт, и в этом плане тоже будем с ними контактировать по празднику. Есть план, разработанный органами местного управления, и там учтены федеральные, региональные предложения. Отмечали 70 лет первой отечественной атомной бомбы в 2019 году, 70 лет парку Зернова. И сразу хочу сказать, что выразить большую благодарность нашему населению, потому что мы, когда в марте месяце проводили выборы президента в 2018 году, то больше 15 тысяч наших горожан отдали свое предпочтение вот именно разбитию парка имени Зернова. Это нам очень сильно помогло. Мы выиграли грант, как вы знаете, федеральный на 100 миллионов рублей, и дополнительно еще региональный 17 миллионов рублей. Поэтому в этом плане, конечно, вот 70-летие нашего парка мы встречаем достойно. И сейчас готовится, сегодня буквально совещание у губернатора, город планирует выдвинуть на такой же грант парк Сосина. Вот детский парк мы его называем. Будем надеяться, что тоже нам как бы в этом смысле победим. 60 лет в лицею номер 15 отмечали. Отмечали 30 лет в школе номер 14, 25 лет в школе номер 16. И сразу хочу сказать, что у нас по-прежнему очень, на наш взгляд, хорошая система образования, которая создавалась десятилетиями в нашем городе. И в этом плане сегодня, в 2019 году, у нас 80% выпускников поступили на высшие учебные заведения. И процент это нарастает. Если в 2017 году это было 76%, в прошлом, в 2018-м, 77%, то в этом 80%. И из них 73% на бюджетные места. Это, конечно, очень серьезный показатель. И, как вы знаете, в одни из ведущих вузов. Поэтому в этом плане, конечно, это радует. И 41 медалист. Когда кому-то говоришь, что у нас каждый десятый практически школьник получает золотую медаль, то это, конечно, сразу вызывает очень большое доверие. Почему это еще важно? Потому что, вот я уже как-то, когда выступаю, говорю об этом, что, в общем-то, был в свое время мировой опрос проведен по опросу населения на всем земном шаре. О том, что какой бы критерий они поставили на первое место при выборе места жительства и так далее. Так вот, большинство поставило на первое место именно возможность дать ребенку хорошее образование. Поэтому в плане привлечения молодых специалистов в город и в НИЭФ, и с точки зрения КБ-50, и с точки зрения образования и так далее, конечно, это очень важный момент для, значит, нашего, ну, как бы, пиара нашего города на вот такой российской арене. Что еще нового в 2019 году было, это вы знаете, это новая система образовательный центр, когда сегодня, значит, с пятого класса все школьники могут поступать в вторую, в третью, в пятнадцатой школы, в гимназии и так далее, сдавая экзамены. Если первые начальные классы это по прописке, а то с пятого класса уже можно сдавать экзамен, но все мы понимаем, что начальная школа в основном зависит от учителя, от преподавателя, который ведет, а дальше уже понятно, что в этом смысле вот система изменилась, это тоже правильно. 25 лет городской думе мы отмечали, и нужно сказать, что у нас вот сегодня создана нормативная правая база, мы считаем полностью создана по местному самоуправлению, но с сентября этого года будут новые выборы, вы знаете, что мы изменили схему власти, значит, главой города будет глава администрации, которая главляет исполнительную власть, и в этом плане мы уже сегодня начали переработку вот этой нормативной правой базы, потому что очень много положений замыкаются либо на главу города, либо на исполнительную власть, либо на городскую думу, поэтому в этом смысле и устах мы уже привели в соответствие, сейчас будем вот этот весь комплект документов тоже приводить в соответствие. по детским садам, 30 лет отмечали детскому саду номер один, это около апельсина, здесь я хочу сказать, что мы в этом году, в 19-м, полностью завершили перевод всех детских садов на альтернативную систему отопления, это, вы знаете, горячее водоснабжение, значит, когда можно горячее водоснабжение завернуть на отопление. Все 26 детских садов, а зданий у нас порядка 40 в этом плане, они сегодня уже могут включать, там, не дожидаясь центрального отопления, заведующий, по решению заведующего уже как бы обогревать детский сад, это очень всем нравится, и по оценке КБ-50 это снизило заметно заболеваемость детей, которые посещают детские сады. Есть предложение это на школу попробовать, мы завели это на 13-ю школу, как в ПСРовском проекте, но понятно, что там большие объемы, в этом смысле, значит, посмотрим, распространять ли. 30 лет, я уже сказал, школе номер 14 был, 25 лет в школе, здесь я хочу сказать о программе, которую мы, и это было в ваших вопросах, по межшкольным стадионам. Вот та практика, которую мы получили на 10-й школе, она, на наш взгляд, очень эффективная по соотношению вложенные деньги и отдача с точки зрения занятий не только школьников, но и жителей близлежащих домов. Всего в 2019 году мы сделали школу номер 16, буквально в понедельник мы будем заслушивать, как бы, итоги реализации, и жители интересуют, в том числе близлежащих районов, как там будет организовано уже ее посещение, посещение, потому что это действительно важно. Если была одна школа, то это, как бы, там, ну, так, переходный период, то сейчас, когда мы выстраиваем уже систему, на 20-й год в бюджете заложено 37 миллионов на школу номер 7, такой же школьный стадион, потом школу номер 13, школу номер 12, школу номер 13, поэтому здесь уже нужно, как бы, такие общие, с точки зрения системы образования, вернее, департамент образования, какие-то общие планы намещать, как ухаживать за этим делом, как его охранять, как допускать туда жителей, чтобы не было там и так далее, поэтому вот в понедельник мы с приглашением директора школы номер 16 будем этот вопрос на комитете рассматривать. Здесь след Саровской православной гимназии, в этом году будет первый выпуск, первый выпуск, и знаете, что владыка уделяет, митрополит Георгий уделяет этому очень большое значение развитию, и не только в Сарове, но и по всей области, поэтому в этом плане как бы посмотрим, как, куда будут поступать ребята по окончании вот этой вот 11 класса и так далее. Но сразу хочу сказать, что сейчас на новом витке работает попечительский совет по возрождению Саровской и Дивейской обители, возглавил его в 19-м году Сергей Владимирович Кириенко, и там довольно статусные и ресурсные люди в попечительском совете, и присутствие на этих заседаниях, можно сказать, что реально очень большие планы, и большие планы, и имеющиеся большие ресурсы по возрождению. Поэтому в этом смысле, значит, вот можно сказать, что будет возрождаться и то, что у нас есть в Сарове. И сразу хочу сказать, что у нас продолжаются абсолютно конструктивные отношения, но понятно, что в духовном плане каждый может сейчас сходить, значит, в соответствии со своими убеждениями религиозными, значит, в те или иные соборы, храмы и так далее, очень большая возможность, но и в плане инфраструктурном. Поэтому как мы начали вот со времен строительства театра, что мы ничего не будем передавать церкви, пока мы не построим что-то альтернативное. В этом плане мы так и движемся, и последний момент, это последнее решение, это было, конечно, по поликлинике детской, когда нам выделено сейчас 960 миллионов на строительство, я чуть ниже скажу, и в этом смысле, значит, полное понимание. И последнее, это музей городской, сейчас мы тоже по нему работаем, епархия подала еще год назад примерно документы на передачу зданий старого музея нашего в епархию, и в этом смысле мы работаем над тем, чтобы, значит, мы, нам было выделено финансирование и возможность, потому что сейчас это по 131 закону не наши полномочия напрямую, но тем не менее мы считаем, что нам нужен хороший очень музей, достойный музей нашего города, где бы был и конгресс-холл, где можно было бы нормально проводить мероприятия, может быть, какие-то стационарные либо трансформеры выставки и так далее с участием ядерного центра. Место мы ему нашли, только в театр, поэтому в этом плане тоже работаем. И духовно-научный центр работает, это как в Сарове, вы знаете, как площадка для того, чтобы все решения, которые на пользу идут городу и области, стране, мы предлагали уже на Попечистский совет Саров-Дивеева и дальше уже на кластер Арзамас-Дивеева-Саров в том числе. По нормативной правовой базе я хочу сказать, что мы провели в Городской думе в 2019 году 10 заседаний, и, что интересно, в 2018 году было 118 решений, и в 2019 году 118 решений, хотя я абсолютно не считаю, что это какой-то показатель. Например, если условно сказать, будет Думой принято два решения, например, там бюджет и так далее, это будет говорить о том, что вся нормативная база сформирована, и в этом смысле остается только принимать бюджетные вещи, ну и, может быть, награждать ветеранов, значит, званиями различными в этом плане. По программам Дума следит и по представлению администрации, значит, принимает отчеты и вносит изменения в программы социально-экономического развития. Вы знаете, что сегодня уже нет комплексной программы социально-экономического развития, она ушла как бы, хотя у нас как-то она в каком-то виде существует, но в документах стратегического планирования ее уже нет, а есть три программы отдельных. Это программа коммунальной инфраструктуры развития, транспортной инфраструктуры и развития социальной инфраструктуры. В этом плане я немножко хочу сказать вот дальше по тем вещам, которые у нас в городе, значит, в этом смысле проходят. По основным показателям социально-экономического развития, ну, сейчас все говорят о доходах населения, хочу сказать, что средняя зарплата вот где-то по 2019 году, по городу чуть больше 54 тысяч рублей, но это данные по трем кварталам. Первый, второй, третий квартал 2019 года, понятно, что там могут быть выплаты в конце года, мы еще уточнимся в этом смысле, все расскажем. В среднем по стране, ну, она ниже, порядка, ну, по крайней мере, по данным сегодняшним, это около 43 тысяч рублей. В НИЭФ 80, чуть более 83 тысяч рублей, чем говорил директор НИЭФ на своей пресс-конференции. Если взять Москву, то там 79 тысяч рублей. Поэтому в этом плане, конечно, стоит задача поднятия в этом смысле, понятно, что средняя зарплата с учетом ядерного центра, но тем не менее, это очень хорошо, потому что ядерного центра большие зарплаты, потому что вся сфера услуг и, значит, все вещи, связанные с предпринимательством, они во многом, конечно, опираются на доходы сотрудников ядерного центра и жилищно-коммунальные хозяйства и так далее, но в этом смысле в 2019 году удалось довольно хорошо поднять заработную плату и в системе образования, еще в ряде муниципальных, поэтому в этом смысле движемся. Если сказать цифры, то по полному кругу организации в 2019 году по трем кварталам 54 тысячи, по крупным средним 62 тысячи рублей, по малым предприятиям 22 тысячи рублей и по наемным работникам, индивидуальных предпринимателей 12 тысяч рублей. Но мы все понимаем, что, конечно, иногда бывает так, что и серые зарплаты есть и так далее, и работает специальная комиссия по явлению этого дела, но официальная статистика пока такова. По объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта. Немного о 2019, то, что было 2019 и планах на 2020 и 2021. По внешним дорогам. И я постараюсь называть те цифры, которые раньше не звучали в различных отчетах и так далее. Ну, довольно свежие данные. По дорогам. Ну, Саров-Кременки понятно. Дорога сейчас, учитывая такое внимание, которое ей уделяется на уровне правительства, ГУЗ и ГУЗ и ГУЗ и ГУЗ и ГУЗ и ГУЗ и ГУЗ. ГУЗ и ГУЗ и ГУЗ и ГУЗ. Я думаю, что все нормально. И в этом смысле уже движение по ней разрешено. По крайней мере, не запрещено. Мы говорили о том, что мы будем просить вместе с Дивеевским местным самоуправлением сделать дорогу Лихачи-Суворово. Нужно сказать, что на 2020 год заложено финансирование по именно дороге Лихачи-Суворово. Поэтому будем надеяться, что в 2020 году она будет сделана. И мы еще на 6 километров будем быстрее ездить, если будем через 4-е КП двигаться в сторону Арзамаса Нижнего Новгорода. По дороге Первомайской. Тоже у нас много людей ездят из Первомайской к нам на работу. И мы, наши туда ездят люди. В том числе на дачные участки. Половина дороги примерно сделана. 2020 год еще 3 километра. И 2021 год в завершении еще 15 километров от Первомайска до Стеклянного будет выполнена. Это дорога на балансе области. Поэтому мы все в ВКонтакте. По последним информациям Минтранса Нижегородского, эти деньги и работы заложены на 2020-2021 год. По Южному управлению у нас проблем нет. Весной будет сделано. Люди очень просят многие дорогу подлатать. и сделать вырубку территории по дороге. Это будет сделано весной этого года. По дороге на 3-й КП там будут запланированы деньги на реконструкцию моста через Вичкинзу. По дорогам внутренним. Симашка, вы знаете, мы ввели 30 на 70 финансирование. Это нас очень радует, еще раз хочу сказать. Потому что у нас есть деньги на софинансирование. В этом смысле мы ожидаем деньги на улицу Академика Негина. Тоже по СД у нас есть. И 48 миллионов мы заложили на 2020 год. По Симашке есть вопросы от жителей. Там организации выездов из дворов, правильного распределения полос, движение по полосам. Это тоже сейчас все будет оптимизироваться. На мой взгляд, дорога очень хорошая получилась в этом полосе. Думаем, что она разгрузит эту новую часть города. Дорога к детской поликлинике. Конец 2021 года. Раньше смысла нет, чем будет введена новая детская поликлиника. Срок ее года по оценкам 28 декабря 2021 года. Я имею эту дорогу по Чапаево. Она же является одним из основных критериев освоения на жилищном строительстве микрорайонов 1А1Б. Это тоже было в ваших вопросах. Я чуть ниже скажу, но тем не менее такая ситуация. По аэродрому вы все знаете. В докладе директора была подробная информация. Мы все надеемся, что будет гражданское сообщение после какого-то там на каком-то этапе организовано. Это как бы тоже в поле зрения. По школам. 11-е в хорошем очень графике. Как бы и по национальному проекту освоение с опережением идет. И мы думаем, что точно не позднее 1 сентября 2021 года, а думаем, что раньше она будет как бы сдана в эксплуатацию. Но там есть еще задача подъездных путей. Потому что можно сделать школу, но не иметь. Потому что сейчас очень многие подвозят на транспорте на своем детей и так далее. И улица Академика Негина, она тоже в планах есть. Я уже сказал. 20-й год начала строительства. По 10-й школе много вопросов. Все следят. Последняя информация такая. По плану срок сдачи ее после реконструкции капитального ремонта – февраль 2020 года. Мы будем надеяться, что это произойдет. Потому что хотя бы… Хотя не знаю насчет того, что переезжать ли туда на четвертую четверть, но тем не менее планы по информации администрации такие. Значит, Центр культурного досуга в курсе 200 миллионов. ПСД 19-й год строительства 21-й. Это вот в районе Апельщина. Тоже ждем этого объекта. И Театр Кукол Кузнечик, возможно, переедет и так далее. По Сарфти, хочу сказать, что имидж Сарфти растет. И если по сравнению с прошлым годом, в этом году где-то средний балл поступления по ЕГЭ поднялся в Сарфти на 15 баллов. И в этом смысле по-среднему он опережает уже ННГУ Лобачевского, НГТУ имени Алексеева. Я когда выступаю перед студентами потенциальными, или кто-то учит, я всегда говорю, что, конечно, есть огромное преимущество студентов Сарфти в том, что им доступны все 13 мировых научных школ, которые есть во ВНИЭФе на сегодня, 7 научно-конструкторских школ, которые есть во ВНИЭФе, когда студент может начинать с 3-4 курса полностью определиться с тем, куда он пойдет работать, и полностью определиться уже со своим направлением деятельности, и можно, в принципе, выбрать любое. Ну, и есть еще и высокотехнологичные предприятия. Помимо ВНИЭФа тоже есть нюанс. И в этом плане и средняя зарплата очень достойная по ядерному центру. Поэтому и сами программы обучения, когда там преподают ведущие ученые, конечно, в этом плане очень вещь ценная. И в планах есть в рамках развития научно-образовательного центра, конечно, уровень Сарфти еще более повышать. И нужно сказать, что в этом году, вы знаете, 20-й год – это срок завершения строительства общежития Сарфтинового 2-го на 330 мест для студентов и 5 блоков для профессорского преподавательского состава. Это тоже вещь очень такая, ну, значимая на 20-й год. По детским садам в послании президента прозвучало недовольство темпами строительства детских садов. Мы в этом плане заложили на этот год уже ПСД на строительство детского сада на 200 мест в 22-м микрорайоне, это около 3-го КП. И ведем переговоры с Приволжским федеральным округом, с командованием о том, чтобы они все-таки выполнили свои обещания по строительству детского сада на микрорайоне 21, когда наряду с предоставлением земли для строительства домов, а недавно они были введены, 301 квартира – это очень для военнослужащих 32-74, это очень значимое событие. Буквально два месяца назад они получили все ключи, как контрактники, так и как бы офицеры и так далее. И в этом смысле тоже надеемся в 21-м микрорайоне детский сад построить. Строительство в 22-м, в 21-й год. По микрорайону, по бульвару в микрорайоне 15 тоже заложено 73 миллиона на 20-й, 21-й год. Сейчас там, честно говоря, ситуация не очень хорошая, поэтому в этом смысле этот район будем развивать. Были вопросы от вас по газораспределительной сети Балыково. Да, значит, там по-прежнему 47 миллиметров газовая труба и 150 домов примерно переведено по ДЖС, по первой линии, значит, под строительство жилых домов, по ДЖС переведены собственниками, но подключение буквально одного-двух потребителей приводит к тому, что давление падает и просто невозможно подключать. Поэтому 47 миллиметров на 300 миллиметров задача стоит, ПСД сейчас завершается на проектной документации на эту газовую сеть и запланировано уже, значит, деньги на 21-й год 22 миллиона на закольцовку по газу, на ТИС, значит, вот этого, и мы получим уже закольцованную по городу, значит, газораспределительную сеть. Это, конечно, тоже очень хорошо, это мощный будет стимул для развития, значит, жилищного строительства индивидуального, в том числе вот по линии, по линии Балыкова. Не только, наверное, первую линию, но и вторую, третью, возможно, со временем тоже охватить под это дело. По ФОКу были вопросы, но информацию вы знаете. Проект у нас стоит около миллиарда сегодня, он сделан, место есть. Стандартный ФОК сейчас проект по Нижегородской области стоит порядка 720 миллионов, то есть не сильно от нашего отличается. По приоритетам и первое. Единственное, нужно подобрать и выбрать, ну, более-менее оптимальную финансовую схему, для которой мы потянем в плане софинансирования из нашего бюджета, этим сейчас занимается и администрация, вместе с депутатом Государственной Думы и так далее. Но по нормативам, конечно, мы считаем, что ФОК нам нужен абсолютно и по залу большому для баскетбола, волейбола, мини-футбола и так далее. По бассейнам у нас 13% только от норматива. Ну, по хоккейному полю не знаем, но тем не менее тоже там это присутствует. Хотя сегодня губернатор говорит о том, что он готов и будет дальше строить такого рода объекты по модульному типу. То есть, как бы, модуль есть зал, модуль есть бассейн. Вот эти все вещи, в зависимости от того, в каком районе, что наиболее важным является, там и будет такого рода проект, как бы, привязка к территории и проекты эти реализовываться. По театру малая сцена, был от вас вопрос, на сегодня ситуация такова. Все сейчас упирается в юридическую проработку этого вопроса, потому что в целом где-то 10 тысяч квадратных метров насчитывает площадь театра. Из них 3 тысячи квадратных метров – это, как бы, помещение и малая сцена. И сейчас на балансе помещений и малой сцены нет. Поэтому сейчас прорабатывается вместе с областью. Вот вопрос, как взять все это на баланс юридический и так далее. И после этого уже будут видны пути финансирования строительства малой сцены. Тоже это у нас на контроле. Хочу сказать, что мы в этом году, в том числе я, занимались вопросами. По предложению главного конструктора КБФ-2 Амниев Морозова, Владимир Николаевича, он как-то так очень активно сотрудничает в плане предложений. Он обратил внимание, что здание правильно, здание политехникума, конечно, находится, несмотря на то, что он в государственной собственности, находится, конечно, в плачьяном состоянии. Мы вышли, сделали за счет политехникума проектно-сметную документацию, вышли в Министерство образования. И нам обещано было из резерва в 2020 году попытаться выделить деньги на ремонт фасада нашего политехникума, который как бы на улице Димитрова. По жилью. Ну, здесь информация, она известная, особо останавливаться не буду на том, что есть. Единственный момент, к 2021 году есть планы на половину очередь сократить, которые есть на жилье. Конечно, здесь есть, все понимаете, что очередь сейчас на жилье растет меньшими темпами, чем раньше, потому что, чтобы встать на очередь, надо быть, а, малоимущим, и, б, определенные метры иметь. Поэтому, конечно, пожестче эти условия постановки на очередь. Но, тем не менее, работаем по ряду направлений. Это реконструкция общежитий, тоже выделены деньги. По 7 неделях 54-58, по 30 квартир, там, блочных, по 6 комнат. Из них сейчас делаются полноценные квартиры. Значит, из сантехника, из кухни и так далее. Это где-то 30 плюс 30. Это списки корректируются. Молодая семья. Несмотря на то, что есть нюансы с 232-м постановлением правительства по дотациям закрытым городам, тем не менее, это как бы полномочия области. И мы, ну, рекордные было, и в это освещали, рекордные в 2019 году 37 семей получили субсидии от 600 тысяч до где-то 1,1 миллиона. Ну, конечно, это вот такое очень ценное. Даже с момента начала программы, там, с 2009 года, это было такое максимальное количество улучшения жилищных условий. И перевод жилых помещений муниципального, скажем, жилищного фонда поэтапно тоже проходит в этом смысле в жилой фонд по договорам социального найма. По застройке. Ну, точечно строится. Зернова 54-24, это общежитие бывшие из Зернова 43, это вот резвитель бывший. Там идет застройка. По реновации. Значит, два участка у нас есть. Мы выделили программу, мы утвердили. Это вот Зернова и вот старый район, Октябрьский проспект, улица Победы, Александрович и так далее. Идет очень сложно, но идет. Как бы и понятно, что если бы был какой-то мощный крупный инвестор, который бы в целом взял все это дело, а ведь смысл реновации очень простой. Значит, ты берешь подкомплексную застройку, сносишь старые дома, временно расселяешь, либо постоянно расселяешь. Там живет, когда построил новое, часть вернул жителей, а часть продал и получил какую-то там, окупил свои вложения и так далее. Поэтому ведут наши фирмы и по вот этому району, Терровскому, и по Зерновой и так далее. По Менделеево мы пока в плане проработки участок под реновацию в этом плане. Поэтому сложно, но программы движутся. 1А1Б, я уже сказал, проект планировки межевания сделан. Сейчас пока затишье по развитию в том направлении, потому что и дорогу надо сделать, и поликлиника там новая детская пока строится. Поэтому в этом плане пока затишье. По северным территориям указ президента практически подготовлен. Осталось согласовать и документ территориального планирования с Деревским районом. И в этом смысле с помощью Росатома планируем в ближайшее время 680 гектар все-таки той территории присоединить. Затем там, конечно, нужно будет коммуникации, и в том числе по электричеству, по газу и так далее, что потребует вложений и горводоканала, и обеспечения в НИЭФ и так далее. Но, тем не менее, земельный участок там под этой есть и так далее. По многодетным. Ситуацию у нас указ президента нужно выполнять. Мы его планируем выполнять. 72 участка уже в марте планируется жеребьевка по улице Нижегородской. А жеребьевка она по закону. Потому что там тот, кто в очередь. В очередь у нас на сегодня 216 семей. И потом 31 участок на улице Западная. Что здесь, конечно, до момента 2019 года все это было проблематичным абсолютно. Потому что понятно, что буквально сразу после того, как очередь стала расти, было принято решение о том, что встать на очередь многодетный может в том случае, если он стоит на очередь на улучшение жилищных условий. Понятно, что должен быть многодетный, малоимущий и так далее. И возникал вопрос очень простой. Какой малоимущий может построить себе дом? И в целом по области Нижегородской таких было около 2%. Тот, кто построил дом, сдал его эксплуатацию. Но с 2019 года ситуация резко изменилась. И сейчас тот, кто получает из многодетных этот участок в собственность, он может его продать. Продать тем самым, на мой взгляд, здесь есть, конечно, большой плюс в том, что, во-первых, продав, он может сразу купить себе жилье или улучшить. А во-вторых, этот участок может купить тот, кто реально может там построить дом. Потому что сейчас, если где-то иногда приходят, спрашивают, а как мы можем получить участок подразделения жилищных районов? А никак, потому что те, которые есть, только купить у кого-то. Те, которые есть, так сказать, через муниципальную сферу, то они должны быть в первую очередь отданы под издание жилищных для многодетных. Поэтому в этом смысле, значит, вот ситуация сегодня такова. Хотя мы и в Санкт-Петербург выезжали, и в область дали такие предложения, и по оценкам они уже как бы реализовываются. Это о том, чтобы вот в Ленинградской области там многодетным компенсируются, не ИЖСом, участком под ИЖС, а компенсируются деньгами. Значит, и они, присовокупив материнский капитал и так далее, где-то вот порядка тысячи семей многодетных, они по области Ленинградской снимают ежегодно с очереди. Поэтому тоже вариант как бы есть, он прорабатывается. По Яблоневому саду вы знаете, Лемневка там инженера 3 миллиона выделена на 2020 год, там есть нюансы с игровой площадкой, но они тоже пути их решения видны. По качеству услуг ЖКХ у вас были вопросы, я на всем останавливаться не буду, по капитальному ремонту. Хочу сказать, что по официальной информации фонда капитального ремонта за 2015-2019 год начислено было нам в городе 540 миллионов к выплате. Ну, это вот 6 рублей где-то с чем-то мы платим, или я не помню точно сколько, за квадратного метра, все за капитальный ремонт. Собрано в Сарове за это время 474 миллиона, то есть 88% довольно исправно наши жители платят за капитальный ремонт. По факту было оплачено 144 миллиона, отремонтировано за 2015-2019 год 47 многоквартирных домов. Но вы знаете, что там есть очередь соответствующая, критериев 5, как ставятся дома, и каждый там себя видит, многоквартирный дом там вплоть до 1940 года, и отдельно по отдельным видам ремонта. Ну, это вот по отдельным видам ремонта. Кто-то на 8 сразу выходит, значит, видов ремонта в одном доме, кто-то на 1, например, замена лифта. Но, тем не менее, 47 домов в этом смысле, значит, с 2015 по 2019 год отремонтировано. Был от вас вопрос, как обстоят дела с региональным оператором непосредственно для Сарова. Ситуация такова, что действительно законодательство позволяет закрытым городам иметь отдельного оператора регионального. Но понятно, что если делать соответствующую, создавать структуру, значит, на уровне области, то финансировать, который будет работать на 51 муниципальный район, еще одна будет работать на Сарова, это очень в финансовом смысле тяжело. Губернатор обещал, когда сюда приезжал, выделить нам, в общем-то, специалиста. И вот буквально несколько дней назад пришло официальное письмо из фонда капитального ремонта о том, что они готовы и выделят нам по ЗАТО отдельного специалиста на эти работы. Это, конечно, нас очень сильно радует, потому что и вопросы с проектно-сметной документацией, с закрытием, значит, смет на этапы строительства и так далее продвинетели. Либо это пока непонятно, будет наш человек здесь сидеть, ДГХ, либо это будет как-то областной. Но это уже второго порядка вопрос. В этом смысле вот как бы дело сдвинулось. Сдвинулось. И второй момент – это наши дома активно переходят на многоквартирные, на собственные спецсчета. Например, дом, где я живу, Силкино-16, тоже перешел. Ну, это и говорит о том, что, ну, во-первых, все там финансирование аккумулируется на каждом конкретном МКД, но в данном случае мы можем уже по согласованию с управляющей компанией эти деньги, которые собираем с дома, уже не дожидаясь там, где мы в очереди и так далее, а тратить на те виды работ, которые капитального характера, которые мы сами, значит, спланируем. Здесь есть плюс в том, что мы ни от кого не зависим, эти дома, а их у нас 30 по городу на сегодня. Но минус в том, что, конечно, сложно накопить какую-то большую сумму на то, чтобы провести, например, там, ремонт кровли или какие-то финансовые емки в этом смысле. Но путь такой есть, и люди в этом смысле активно работают. По здравоохранению. Ну, хочу сказать, что я уже говорил как-то, но в плане того немножко такой статистики приведу по смертности. Значит, мы у нас по ПФО, Приволженному федеральному округу, 18 год, 14,8 на тысячу населения, вернее, Нижегородской области 14,8, ПФО 13,2, Российской федерации 12,4, Саров 10,7. То есть, в принципе, на уровне области ПФО, как бы, город довольно достойно в этом смысле выглядит. В 2019 году смертей было у нас 1060, рождаемость 798. Ну, да, и на уровне федеральном, и президент, конечно, на первый план ставит вот эти вопросы. Увеличение рождаемости, превышение рождаемости над смертностью и так далее. Но вот сегодня как бы статистика такова. По продолжительности жизни президент называл ожидаемую продолжительность жизни сегодня по стране среднюю 73 года. По Сарову она в 2019 год, мужчины 63 года, женщины 74. Ну, вот, и первый план, опять же, по-прежнему остается в плане вот смертельных случаев и смертельных заболеваний, с заболеванием сердечно-сосудистой системы по Сарову. Значит, ну, проблемы они вести и по стране, и по городу тоже. Это точность диагноза люди ставят на первом смысле. Ранние диагностики неинфекционных заболеваний и кадр. На сегодня нехватка в КБ-50 по участковым порядка 20 человек. В этом смысле, конечно, стоит задача привлечения узких специалистов. И Сергей Борисович ставит на первый план это создание нормального социального пакета хорошего для врачей. Потому что зарплата более-менее, но вот социальный пакет, жилье там и так далее, что с этим связано, конечно, хотелось бы это все улучшать. По детской поликлинике Буварилл, по старой детской поликлинике вы информацию знаете, наверное, переезд будет до 1 февраля вот этого года. Значит, недавно было совещание попечистического совета 15 буквально января. Там присутствовал Уйба, директор ФМБА. Значит, ему был доложен, там работала рабочая группа по этим вещам. И вот этот план переезда был одобрен. Если будут вопросы поподробнее, я расскажу поподробнее. По психдиспансеру были вопросы, здание новое будет ли достраиваться. Пока информации и денег на достройку здания нет. Но есть порядка 40 миллионов, выделенных нашему КБ-50 на капитальный ремонт, и в том числе оснащение оборудованием, имеющего двухэтажного здания психдиспансера. Там планируется первый этаж лечения плюс сестринский уход типа этого. И второй этаж планируется, значит, лечение. Поэтому в этом смысле будет приводиться в должное состояние здание психдиспансера. По благоустройству. Ну, еще раз всегда говорю, в последнее время и сейчас хочу сказать, что сейчас любому проекту в области благоустройства, при должном к нему внимании, отношении и желании, нишу финансовую можно найти. Это и общегородские программы, это и программы, значит, 500 тысяч на округ депутатские, которые по предложению депутатов, вот эти мелкие работы, связанные с благоустройством, администрация планирует. Значит, мы сейчас, в общем-то, отработали хорошо этот механизм, я имею в виду по времени. По ПМИ мы ежегодно, Дума городская принимает решение о участии. В этом году мы тоже приняли участие. Сроки резко сдвинулись в этом году. Мы вот уже до 15-го числа определили здесь 8 проектов, те, которые пойдут в область. Финансирование там областное чуть выросло, доля местного бюджета. Доля сегодня спонсоров для реализации проекта 5%. И доля населения, значит, ну, в зависимости от 1 до 3%, получает проект определенные баллы. Ну, мы как бы там по максимуму представили все проекты от города. И в этом смысле тоже думаем, что 8 проектов будет реализовано. Еще раз поблагодарить хочу дочернюю компанию Росатома, Альянс Атомные Города, за софинансирование, спонсорское, значит, вот этих, реализация этих проектов на территории города. И хочу сказать о том, что, конечно, сегодня и большое спасибо средствам массовой информации за пропаганду этого дела. И губернатор уделяет очень большое внимание на так называемый народному бюджету, чтобы жители все больше и больше участвовали в распределении, значит, финансирования бюджетного, в том числе на вещи, связанные с благоустройством, с благоустройством. Поэтому было голосование у нас, я уже говорил, по парку мы выиграли 100 миллионов, благодаря там 15 тысячам голосов жителей, это как бы дало нам определенные баллы. Было голосование, нам выделено 25 миллионов на игровые площадки во всех детских садах, тоже мы там проголосовало больше 10 тысяч нашего населения, мы выиграли 32 миллиона на, и сейчас ПСД разрабатывается быстро, и тоже 20-й год планируются работы по левому берегу реки сать из благоустройства, тоже областные, было такое интернет-голосование, там «Голос за» так называемая программа, имеется в виду от Масликинского моста и до нового моста, значит, вот по улице Захарова, строителя Захарова, тоже очень сильно помогло, поэтому это будет нарастать, поэтому просьба тоже к вам, как бы в этом смысле помогать, это нам очень сильно помогает в плане вопросов по привлечению денег на благоустройство. По бюджету, ну бюджет у нас примерно одинаковый, там 3 миллиарда, но вы знаете, уже в этом году, сейчас мы перенесли на следующие вещи, связанные с национальным проектом по Горводу каналу, порядка около 1,5 миллиарда рублей на два мощных проекта по оздоровлению Волги, и в этом смысле госэкспертиза уже одного проекта пройдена, второго находится в стадии экологического прохождения, и мы это дело вот городской думой слушали, организовали, это по законодательству положено, в 2019 году у нас было два слушания таких общегородских, и в этом смысле, конечно, для Горвода канала в плане очистки это очень большие проекты. По плюсам, конечно, еще раз хочу отметить устойчивое положение ядерного центра, как основного нашего городообразующего предприятия, и по вещам, связанным, я уже говорил, и с заработной платой, то есть с вторичными финансовыми потоками, ну и первичными, это налогоплательщик, как бы один из крупнейших в области, может быть и самый крупнейший, и в этом смысле порядка 400 миллионов ежегодно поступает в наш городской бюджет. Был от вас вопрос, конечно, нам хотелось бы больше, потому что мы продолжаем оставаться более чем на 2 миллиарда рублей ежегодно донорами областного бюджета. Проводим ли мы работу? Проводим. Нам было обещано Минфином федеральным, когда здесь проходило заседание Совета Федерации Выездного Комитета, что они вышли в Государственную Думу с проектом закона о поощрительных субсидиях, так называемых, то есть те, кто наращивает налогооблагаемую базу, является донором бюджетов, то в этом смысле они могут поощрительные субсидии получать. Но пока вот этот закон не принят Государственной Думой. В плане того, что готов ли губернатор нам как-то нас выделять, готов, но в плане межбюджетных отношений он не может напрямую выделять повышенное содержание финансирования отдельно взятому городскому округу. Но в плане, вы видите, софинансирование проектов школа номер 11 новая, 99% областных денег, школа номер 10 капремонт, 99% областных денег, сейчас еще 6 миллионов добавлено на эти работы. Все вещи связаны с дорогами 30 на 70, социальной сферой 25 на 75. Поэтому в этом плане, конечно, губернатор помогает и понимает, что такое Саров, что такое ядерный центр. Но в плане законодательном работаем. И как бы сейчас тоже предложение готовим вместе с ядерным центром, значит, с директором ядерного центра, документами на федеральное областное правительство в этом смысле выходим. По минусам 2019 года в бюджетном плане, это вы все знаете, конечно, это жесткая позиция Минфина федерального по возможности реализации денег, которые нам поступают на безопасное функционирование по 232-му постановлению. Когда в 2018 году было 220-е постановление, изменения внесены, нам очень жесточайшим образом запрещено расходовать эти деньги на, а их порядка 400 миллионов ежегодно, на вещи напрямую, не связанные с обязательным финансированием по 131-му федеральному закону. Это не значит, что эти деньги пропадают, они переходят в другие вещи, но тем не менее мы, особенно Заречный город, остальные-то зато давно уже от этого отказались, но мы вот как бы в этом смысле оказались, и сейчас буквально тоже в этом плане нормативную правовую базу корректировали весь 2019 год и будем продолжать корректировать. В плане как-то это не значит, что мы не будем вообще финансировать эти вещи, но тем не менее, изыскаем пути, как финансово грамотно все эти вещи как бы заменять. Ну и порадовало в послании президента то, что бесплатные школьные завтраки, которые вот, к сожалению, как бы одна из составных частей, мы 8-6 миллионов тратили в последнее время на бесплатный завтрак для всех, но для первых начальных классов, значит, уже к 1 сентября этого года, те, кто не утратил еще оборудование в школах, но мы 100% оборудование это у нас есть. Поэтому мы надеемся, что с 1 сентября бесплатные школьные завтраки в Сарой будут. Ну, все будет зависеть от того, еще как они пойдут, там, федеральные эти субсидии напрямую, либо это вещь, связанная с корректировкой, опять же, 2032-го постановления нам придется, но тем не менее, значит, мы вот тут как бы с оптимизмом смотрим, значит, в это дело. По ТАСЭРу у вас были вопросы, как он будет, будет ли он развиваться, а я в плане уже таких вот вещей, связанных с перспективным финансированием. Сегодня, вы знаете, у нас три предприятия работают в городе. Это Нейрико-решение информационной технологии, это Бетонек со строительным материалом, это инжинирингная компания, значит, Саров Атомтех. Недавно она, буквально месяца два назад здесь определилась и так далее. И разработан сейчас компания Атомтор, управляющая ТАСЭРа. Серьезный очень план, он сейчас в флайде утверждения, вот мы должны на 17 января дать предложение, мы ядерный центр по перспективному развитию ТАСЭР Саров. Это большой очень документ, 500-страничный, значит, полный такой, довольно интересный, поэтому после его утверждения можно будет его о нем отдельно поговорить. Класса Розамас Дивеева-Саров, вы в курсе? Значит, большая заслуга в 19-м году – это губернатора, потому что было отдельное постановление правительства по этому направлению. Сегодня пробить отдельное постановление правительства по каким-то вещам очень сложно. Тем не менее, 54 проекта на где-то 14,3 миллиарда рублей, и президент… Там есть крупные проекты по развязкам, по обходам от Арзамаса и так далее. Президент в своем послании подтвердил приоритетность такого вида работ. Вот Саров там где-то 10 проектов на 1,7 миллиарда рублей подал. Это не значит, что там деньги в этой программе, там денег нет. Там просто как бы она такая, как программа социально-экономического развития, но проектам, которые там, значит, есть, на которые есть ПСД и так далее, им находится место в федеральных, региональных программах в соответствующем финансировании. На научно-образовательский центр, вы знаете, 19-й год, и мы там участвуем, особенно ядерный центр, и в Нижегородской области в НОЦе более 50% – это проекты ядерного центра. И область Нижегородска в 2019 году без конкурса была, наряду с 5-ю субъектами федерации, значит, признано, как бы, что мне и надо развивать научно-образовательский центр мирового уровня. Вы знаете, это сплав высшего образования, научной школы и реально работающих в реальном секторе экономики, промышленных предприятиях, ну, а это Саров-Ти, ядерный центр, ну, плюс высшего автоматичной компании. Поэтому программы есть, планируются, мы надеемся, что он будет, по крайней мере, распределенный, к счастью, в Сарове и так далее. Ну, и в заключение хочу сказать, что, значит, вот последние годы, которые были, конечно, хочу отметить абсолютно конструктивное отношение всех сил в городе, которые, значит, в плановом режиме работают на, именно на развитие нашего города, на развитие области, на развитие и так далее. Мы сейчас вместе с ядерным центром городообразующих предприятий, с ресурсоснабжающими компаниями, с КБ-50, с ОРВТИ, с общественными организациями, с политическими партиями и так далее, все вместе продаем вопросы, выходим с ними на регион, на область и так далее. Это нам очень сильно помогает. И мы в этом году уже весной, ну, практически приступили, но сейчас создадим рабочую группу по разработке и принятию меморандума 3.0 по взаимодействию органов местного управления с ядерным центром городообразующих предприятий с участием всех конструктивных сил в городе. Вот, собственно, все, что я хотел кратко сказать.